А что вам смешного-то? Почему смеетесь-то? Вы что-то забыли, да, дедушка? Только не ругайтесь. Так мы не ругаемся. Ну, чтобы дальше не ругались. Ручья, а что вы здесь делаете на этом сайте? Я услышал от моего брата, он умер недавно, верующий брат. Он лежал 17 лет парализованный. И он в эту рулетку спустился. И тут рассказал, как люди себя ведут. Вот я зашел, и правда, я уже здесь второй месяц нахожусь. Мы проповедники. Здесь блудят открыто, женщины показывают свои гениталии, мужчины. Такое безумие здесь. Половина мужиков голые лежат. Что попало делают? И мы, верующие, должны им сказать, что так они будут жить, они в ад попадут. Вместе с сатаной будет гореть в огне, в озере огненном. И мы здесь проповедуем Христа. Вот я читаю книгу им. Почитайте нам тоже. А вы не будете слушать. Если вы будете слушать, я прочитаю. А я только буду считать, вы сразу отключитесь и уйдете. Я уже вас знаю. Ну, будете слушать? Здесь и грехов в Евангелии. Я Евангелии хотел почитать. Давайте тогда мы послушаем вас. Только никуда не уходите, плохие слова не говорите. Евангелие от Луки, 18 глава. Господи. Сказал также им Иисус притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова. И она, приходя к нему, говорила, защити меня от соперника моего. Но он долгое время не хотел. А после сказал сам себе, хотя я и Бога не боюсь и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне. И сказал Господь, слышите, что говорит судья неправедный? Бог не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их. Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий Иисус Христос, придя, найдет ли веру на земле, когда второй раз явится судить мир, и все мертвые воскреснут? Сказал также к некоторым, которые уверены были в себе, что они праведны. И уничижали других следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь, сборщик налогов. Фарисей, став, молился сам в себе так. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прерубодеи, или как этот мытарь. Почусь два раза в неделю, даю десятую счастье из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо. Но, ударяя себя в грудь, говорил, Боже, будь милостив ко мне грешному. Сказываю вам, что этот пошел оправданно в дом свой более, нежели тот. Ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». Приносили к Иисусу и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал, «Пустите детей приходить ко мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него. И спросил его некто из начальствующих, «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь, заповеди, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, посчитай отца твоего и матерь твою». Он же сказал, «Все это я сохранил от юности моей». Услышав это, Иисус сказал ему, «Еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за Мною». Он же, услышав сия, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что юноша опечалился, сказал, «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие, ибо удобнее верблюду пройти сквозь угольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Слышавшие сие сказали, «А кто же может спастись?» Но Иисус сказал, «Невозможное человеком возможно Богу». Петр же сказал, «Вот мы оставили все и последовали за тобою». Он сказал им, «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божие, и не получил бы гораздо более в это время и век будущей жизни вечной». Отозвав же двенадцать учеников своих, сказал им, «Вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все написанное через пророков о сыне человеческом, ибо предадут его язычникам, и поругаются над ним, и оскорбят его, и оплюют его, и будут бить, и убьют его, и в третий день воскреснет». Но они ничего из этого не поняли. Слова эти были для них сокровенны, и они не разумели сказанного. «Когда же подходил Иисус к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни, и, услышав, что мимо него проходит, народ спросил, что это такое? Ему сказали, что Иисус на заре идет. Тогда он закричал, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня, я слепой!» Шедшие впереди заставляли его молчать, но он еще громче кричал, «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус, остановившись, велел привести его к себе. И когда тот подошел к нему, спросил его, «Чего ты хочешь от меня?» Он сказал, «Господи, чтобы мне прозреть!» Иисус сказал ему, «Прозри! Вера твоя спасла тебя!» И он тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога. И весь народ, видя это, воздал хвалу Богу. Вот, вы прочитали одну главу из Евангелия. Ну, хорошо. Так, вы хотите, я из Псалтыри прочитаю молитву. А это уже три тысячи лет назад написано было. Вот что считал, это две тысячи лет назад написано. А Псалтырь хотите прочитать? Послушайте. Да. Это в середине Библии находится эта книга. Ну, вот отдельно, допустим, открою я Псалом 138. Это по этим мы считаем. 138 Псалом. «Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю, Ты разумеешь по мышлениям и издали. Иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем, а Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди Ты объемлешь меня И полагаешь на мне руку Твою. Дивно для меня ведение Твое высоко, Не могу постигнуть его. Куда пойду я от Духа Твоего И от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо, Ты там. Сойду ли в преисподнюю, И там ты. Возьму ли крылья зари И переселюсь на край моря, И там рука Твоя поведет меня И удержит меня десница Твоя. Скажу ли, может быть, тьма скроет меня И свет вокруг меня сделается ночью, Но и тьма не затмит от Тебя, И ночь светла, как день, Как тьма, так и свет. Ибо Ты устроил внутренности мои И соткал меня в очреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивно дела Твои, душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от Тебя кости мои, Когда я созидаем был в тайне, Образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои. В Твоей книге записаны все дни для меня назначенные, Когда ни одного из них еще не было. Как возвышены для меня помышления Твои, Боже, И как велико число их, Стану ли исчислять их, Но они многочисленнее песка. Когда я пробуждаюсь, я все еще с Тобою. О, если бы Ты, Боже, поразил нечестивого, Удалитесь от меня, кровожадные. Они говорят против Тебя нечестиво, Суетно замышляют враги Твои. Мне ли не возненавидеть ненавидящих Тебя, Господи, И не возгнушаться восстающим на Тебя? Полной ненавистью ненавижу их, Враги они мне. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, Испытай меня и узнай помышления мои, И зри, не на опасном ли я пути, И направь меня на путь вечный. Вот мы прочитали один Псалом, 138. Это написал Давид 3000 лет назад. Как будто сегодня написанное. Вот почему Лермонтов на смерть Пушкина написал, Есть Божий суд на перстнике разврата, Есть грозный судья он ждет, Он недоступен звону злато, И мысли, и дела он знает наперед. Тогда напрасно вы прибегнете к злословию, Оно вам не поможет вновь, И вы не смоете всей вашей черной кровью Поэтоправедную кровь. То есть суд Божий будет. И мы должны любить Бога, Чтобы в ад не попасть. Сначала мудрость и страх Господень. Это притча Соломона, 1 глава, 7 стих. Что если я Бога боюсь, Отец с детства, Ну сколько, 3 года было, Я уже знал, что есть ад, рай. Я знал, что в рай мне никогда не попасть. Мать говорила, в пионеры не вступай там. Отец говорил, не воруй. Строгие родители были. А Евангелия-то не было, Библии-то не было. И что мать говорила, Мы знали, что не иметь дело с женщинами, Пока не повенчаешься в церкви. Это называется разврат блуд. Блудники все погибнут. А когда человек верит во Христа, То и блудники спасаются, и блудницы. Ты только прими Христа, И больше никогда этого не делай. А вот уже после армии, Когда мне было 23 года, В руки мне попала Евангелие далее. Я прочитал и узнал, Что за меня, за мои грехи, За мои беззакония, Умер Христос. А это второе лицо Троицы. Сын Божий сошел на землю, Через Деву Марию родился. И я покаялся, А работал в это время на корабле. И моя жизнь вся изменилась. Вся. Вот я встал с молитвы, Как будто это не я. Вот говори, Люди, которые дали мне Евангелие, Простите, чего у вас нет? А чего нет? Я на корабле работаю, У меня мускулы. Здоровье отличное. Я учусь в училище. Я капитаном буду. Знаю иностранные языки. У меня все открыто, А в душе тоска. Неудовлетворенность. Но когда я покаялся, Вот все стало на место. Все засияло вокруг. Я стал людям говорить о Христе. Меня сразу предупредили. Тебя исключат везде. Мне пришлось пять тюрем пройти. 26 лет испытал меня Господь. 26 лет меня мучили. И в морозилке держали, Еще не делали. А я остался живой. Живой? Вот 10 июня мне будет 80 лет уже. Вот как Бог делает удивительно. Если вы зайдете на наш сайт, А он называется «Во свете Библии». Запишите. «Во свете Библии». Там 14,5 тысяч роликов. Как мы деревню православную строим. Как я 45 лет был начальник детского лагеря. Если вы зарядите, Вот в скайпе вздумайте меня найти еще. Игнатий Лапкин. Вы запишите. И в скайпе вы меня найдете. Я один под этим именем, фамилией. Я вам отвечу на любой вопрос. Я много лет преподавал одновременно В пяти университетах. Три радиопрограммы вел. В школах. Во всех отделах милиции. Везде свидетельства о Боге. Это Бог делает так. У меня нет образования гуманитарного. Я просто строительный техникум окончил. Прорабом работал. А потом не давали работать. Я 40 лет пещи делал. Власть нас так гоняла. Но у меня всегда и деньги были. Я благодарю Бога, Что путь мой прошел по прекрасным местам. И наследие мое приятно для меня.